Всем привет! С вами Роман и сегодня ко мне на обзор попал вот такой вот наборчик. Это модель французской атомной подводной лодки Triumphan в масштабе 1.350 от фирмы Hobby Boss. Ну если кратко, это одна из четырех построенных французами атомных подводных лодок нового поколения, которые выпускались с 1989 по 2009 год. Вот. Ближайшими аналогами этой лодки являются подводные лодки отечественного проекта Борис, также британские подводные лодки Vanguard и американские подлодки класса Огайо. Ну, я во флоте не силен, как в принципе знают все мои подписчики. Кому интересно краткое описание этой подводной лодки, вот, кто знает английский или китайский, можете прочитать. Вот. Моя задача показать вам этот набор. Итак, что мы видим? Ну, такая вот относительно небольшая коробка, длиной где-то сантиметров сорок, ну, невысокая. Вот здесь изображена вот эта вот лодка Triumphan. Вот здесь даже видно ее такая вот интересная особенность. Это вот тройной киль, то есть раз, и вот тут два еще, видно, торчит. Так же, здесь на коробке мы видим размеры указаны, длина 394 миллиметра, высота 53 миллиметра. Ну, тут мы видим вид сверху на эту модель, ну, и два боковичка. Вот так вот она выглядит. Так, откроем коробку, посмотрим, что у нас жить внутри. Так, ну, начнем по традиции с инструкции. Здесь у нас такая вот черно-белая инструкция. На заглавной картинке изображен бокс-арт с коробки. Тут же у нас видим меры предосторожности указаны. Что-то здесь еще расписано, ну, как бы никакой исторической справки, ничего на инструкции нет. Далее у нас вот такая вот схема расположения деталей на литниках. Видим, деталей здесь немного. Ну, и далее идет вот такая вот схема сборки. Вот так вот она у нас вылезет. Схема сборки, видим, у нас очень коротенькая, деталей мало, в принципе, ну, как почти на всех моделях подводных лодок. Здесь отдельно на глянцевом листе формата А4 отпечатана схема окраски. Как видим, декалей здесь нет, здесь только все открашивается. Вот так это выглядит. Да, чем-то очень сильно похоже на визуально британскую подлодку Vanguard, но она абсолютно другая. Она даже размером меньше. Так, здесь у нас также идет вот такое вот травление. Ну, здесь видим у нас фототравленный грибной винт и вот такая вот табличка с названием данного плавсредства. Так, сразу подставочка. Вот такая вот стандартная. У всех моделей подводных лодок от Хобби Босс идет. Так, здесь у нас литник. Один литничок с деталями. Здесь у нас видим элементы. Вот видим части подставки, часть, которая у нас к хвосту прикрепляется, где у нас грибной винт. Элементы оперения, так сказать. Ну и вот сама рубка. Также видим, здесь в наборе идет две имитации баллистических ракет. Как-то так этот литничок выглядит. Ну, детали здесь видим, в лучшем случае два десятка набирается. То есть, как бы наборчик, который можно за один вечер собрать, за другой покрасить. С учетом того, что здесь, как мы видим, модель монотонная красится в один цвет. То есть, здесь можно, конечно, поиграть с панельным эффектом, чтобы сделать ее более смотрибельной. Но, я думаю, особо это даже заметно не будет. Итак, тут у нас сам корпус. Его нижняя часть вот такая вот. Видим, здесь у нас расшивочка, что удивительно для хобби-босса. Очень глубокая, очень четкая. На боковых поверхностях видим, есть вот такие вот небольшие утяженки и следы стыков пресс-форм, которые сюда идут, их придется убирать. Их можно сошлифовать, их зашпаклевать не обязательно. Вот здесь, конечно, тоже с расшивочкой придется... Видите, она под замыленной акой-дей, ее придется восстанавливать. Ну и также, зная, как стыкуется хобби-босс, стык корпуса придется шпаклевать. Верхняя часть у нас еще более разнообразна на различного рода расшивку. Но, если сделать классную контрастную смывку, смотреться будет, конечно, без панельного эффекта. Очень шикарная эта модель. Вот так это все выглядит. Можем проверить, как это все еще и стыкуется. Зная хобби-босс, я думаю, стыковаться будет из серии «Хотелось бы лучше». Ну, видим, шпаклевать корпус все равно придется. Все равно придется прошкуривать его. Часть расшивки уйдет, ее придется дорезать. Ну, в принципе, смотрится относительно неплохо. Конечно, да, вот этот стык, его придется подгонять. Но, это не сильно страшно. Из минусов у этой модели, это только цена, потому что за ценник в районе 2000 рублей, конечно, хотелось бы детализацию побогаче, деталей побольше. Как-то, может, стыкуемость получше, но нет. Имеем то, что имеем. То есть, обычная, стандартная хобби-боссовская модель, просто за чуть большие деньги, чем это у них бывает обычно. Хотя, с другой стороны, если учесть размер модели, как бы, в принципе, наверное, цена отчасти и оправдана. В общем, вот такой вот наборчик. Кому интересно, кто хочет попробовать себя во флоте, рекомендую приобрести и попробовать с ним поковыряться. В общем, я в ближайшее время, наверное, как раз этот набор и соберу. На этом видео будем заканчивать. Спасибо, что смотрели этот ролик. Если он вам понравился, обязательно ставьте лайк внизу. Подписывайтесь на канал, если того еще не сделали. Вступайте в группу ВКонтакте. Все необходимые ссылочки я оставлю внизу, в описании. Всем удачи, всем пока.